МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти на 2 миллиона рублей облапошили дистанционные мошенники семерых жителей Петропавловска за минувшую неделю. Как сообщили в полиции, на удочку злоумышленников попались горожане в основном трудоспособного возраста. Они либо сами переводили деньги преступникам, либо сообщали коды безопасности и подтверждения. Мошенники по-прежнему действуют по проверенной схеме обмана звонком от лже-сотрудника банка. Горожане продолжают вестись на уловку, несмотря на всевозможные предупреждения со стороны правоохранительных органов. Так, завладев кодами подтверждения под предлогом сохранности денег, злоумышленники похитили у 48-летнего мужчины 672 тысячи рублей. А 61-летняя женщина, поверив, что ей хотят вернуть деньги от оформленного ранее третьим лицом кредита на ее имя, лишилась 809 тысяч рублей. Двое горожан откликнулись на объявление аферистов о продаже, о чем потом пожалели. Они лишились более 42 тысяч рублей. Также злоумышленники предлагают свою помощь в получении прибыли от выгодных инвестиций. Так, желая подзаработать, 19-летний житель Краевого центра перевел на два неизвестных банковских счета более 13 тысяч рублей. Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, как не стать жертвой мошенников. Не представляйте незнакомцам данные банковских карт, коды и пароли. Не переводите денежные средства посторонним лицам. Не доверяйте информации о быстром обогащении. Не переходите по незнакомым ссылкам и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах. При покупке или продаже товаров не переходите по ссылке от продавца-покупателя и не оплачивайте доставку. Не вступайте в телефонный диалог с неизвестными лицами, которые пытаются выяснить данные вашей карты. Сообщают о внезапном выигрыше, возмещении ущерба или о том, что ваш родственник попал в беду. Незавидительно прервите разговор. Заработал 4 года в колонии строгого режима. Ранее судимого 30-летнего жителя посёлка Палана наказали за применение насилия к участковому. Мужчина ударил ножом представителя правоохранительного органа. В суде установлено, что в вечернее время в июне 2021 года мужчина, находясь в одной из квартир в посёлке Палана, будучи недовольным законными действиями участкового полномочного полиции, не желая быть привлечённым к установленной законам ответственности за оскорбление своей супруги, схватил со стола нож и ударил им в голову верхнюю часть тела и область печени сотрудника полиции с высказыванием угроз о физической расправе с ним. Полицейский оказал сопротивление злоумышленнику, пресёк его действия и задержал на месте происшествия. Подсудимый вину не признал. Пояснил, что нож взял для самозащиты от медведей и собак. С учётом позиции гособвинителя, приговором суда, мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговоры в законную силу не вступил. Два подпольных казино накрыли на Камчатке. К нелегальному бизнесу оказались причастны три жителя Елизова. Двое мужчин с 70 и 38 лет, а также 39-летняя женщина. Злоумышленников задержали в ходе совместной операции краевых ОФСБ, ОМВД, Следственного комитета России и Управления Росгвардией по Камчатке. Нелегальные горные заведения располагались в жилом доме в Петропавловске-Камчатском и в административном здании в Елизово. В ходе обысков изъяты 36 единиц игрового оборудования, мобильные телефоны, системы видеонаблюдения и денежные средства на сумму свыше 250 тысяч рублей. Следственным управлением Следственного комитета на основании результатов оперативно-развукной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконные организации проведения азартных игр совершены организованной группой. 38-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его соучастникам подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование. По нему жалобы были с первого дня его работ. Все-все говорили, что все в порядке, все нормально, это просто людям кажется, что объект плохой. Но вот теперь не кажется, теперь все видят и соглашаются. Просел грунт, разрушилась лестница и внешняя отделка здания. Решить проблемы детского сада в поселке Ключи как можно скорее потребовал губернатор края Владимир Солодов. Вопрос о состоянии дошкольного учреждения подняли на оперативном совещании. Зампредседателя краевого правительства Тимофей Смирнов рассказал, что все недочеты в рамках гарантийных работ устранят на этой неделе. В четверг будут полностью устранены замечания в рамках гарантийных обязательств подрядчика. На месте работают люди. На прошлой неделе были выездные проверки Роспотребнадзора, проверку провели ИГОЧС в части обеспечения пожарной безопасности. Еще раз говорю, в четверг будут полностью устранены, надеемся подписать акт по устранению протечек затекания с кровлей и с ремонта служебных помещений под краски. Тимофей Смирнов отметил, что в проблеме просадки грунта оказалась виновата погода, а не подрядчик. Мы знаем, что в этом году критично-аномально была погода до 200% превышения снежного покрова. Технические решения есть. Планируем в ближайшие 3-3 дня восстановить работу крыльцев для возможно эвакуации детей и сотрудников в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. Будет восстановлена, так скажем, территория. Но в любом случае здесь технический вопрос не связанный с браком либо с недоделками подрядной организации. Мы рассмотрели на прошлой неделе, отправляли группу изыскателей, посмотрели грунтовые условия. Действительно, проектом не была предусмотрена обратная засыпка пазух котлована за счет местного грунта. К сожалению, вот эти погодные условия, гидрологические условия вызвали такую просадку серьезную. Зампредседателя краевого правительства отметил, что теперь необходимо предусмотреть строительство дренажных систем водоотведения с территории садика и с близлежащих склонов, откуда идет основной поток воды при таянии снега. Также, по словам Тимофея Смирнова, еще один ряд проблем возник из-за неправильной эксплуатации здания. Вообще предусматривалось в том числе и вывоз снега с территории и, так скажем, проведение работ по очистке и поддержанию территории. Но будем на месте разбираться. Владимир Солодов отметил, что пути решения всех проблем должны быть найдены до конца недели. Я прошу, чтобы до этого времени конкретные решения со сроками были определены, бы эти сроки затвердили под персональную ответственность. Если срок не выполняется, человек, который стоит в фамилии напротив этого пункта, соответствующие решения по нему принимаются. Давайте мы уже к такому алгоритму перейдем в работу, потому что, еще раз, невозможно. Понятно, что сложные погодные условия обсуждали это. Понятно, что проблемы были связаны с обслуживанием эксплуатации, но это же не космодром, это же детский садик в Ключах, который меньше года простоял, и там невозможно его эксплуатировать. Но куда это годится? Давайте мы на этой неделе в конце, я буду ждать конкретных решений, которые позволят нам эту ситуацию устранить. Напомним, детский сад в поселке Ключи открыл свои двери для детей в сентябре прошлого года. Но еще в августе там намок потолок, а через две недели работы дошкольного учреждения от здания отошло крыльцо. Погорельцам из села Седанка Тегильского района помогают всей Камчаткой. Напомним, 4 июня там сгорел многоквартирный дом, в котором прописан 41 человек. 20 семей граждан было оказано помощь в расселении. Шесть семей изъявило желание переехать к нам сюда в Тегиль, из поселка Седанка. У нас уже одна семья приехала, мы их сегодня будем размещать. Предоставили здесь маневренный фонд, квартиру двух, комнатную. По остатам мы сейчас на данный момент работаем. Какие-то семьи сказали, что приедут после работы на пути. В основном все расселены по своим родственникам. Плюс мы работаем еще с жителями, которые выехали за пределы Тегильского района, проживая, но прописанные по селу Седанка. У них там есть квартиры у кого-то частные, есть и какие-то муниципальные квартиры. Берем от них заявление и вселяют в эти квартиры граждане. Глава района добавил, что из резервного фонда выделили 150 тысяч рублей. Каждая из 15 семей получила по 10 тысяч, чтобы погорельцы смогли купить себе вещи первой необходимости. С нами был организован сбор вещей, финансовые средства. Сегодня вертолет улетел, мы на нем передали порядка 500 килограмм гуманитарной помощи туда, в село Седанка. Сейчас еще собрали уже в Паване, мы в ближайшее время доставим в Баяховке, плюс мы еще открыли счет предпринимателя Седанкинского, женщины Есина, для того, чтобы люди могли туда переводить эти финансовые средства. Также пострадавшим помогают в восстановлении документов. Добавим, всего из загоревшего строения ночью 4 июня эвакуирован 31 человек, в том числе 8 детей и 2 жильца с ограниченными возможностями здоровья. Пострадал один человек, которому оказали необходимую медпомощь. Более 100 миллионов рублей получили камчатские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в рамках новых президентских выплат. Пособия назначают по итогам комплексной оценки нуждаемости. В этом году на эти выплаты на полуострове предусмотрены 1 миллиард 600 миллионов рублей. У нас по выплатам на детей от 8 до 17 лет на сегодня назначено уже пособие на 3878 детей. На сегодня пенсионным фондом осуществлены выплаты уже почти на 104 миллиона рублей по этим детям. Одинокие родители, которые уже получают пособие на детей этого возраста, смогут перейти на новую выплату или продолжить получать прежнее пособие. Объединить и то, и то нельзя. Я напомню, что у нас продолжаются выплаты всем остальным категориям граждан, которые и до этого осуществлялись. Это выплаты детям до 3 лет, и выплаты от 3 до 7, и выплаты от 8 до 17, это другая выплата, где единственный родитель, либо родитель в официальном порядке получает, по решению суда получает алименты. Я хочу также обратить внимание, вот эта выплата от 8 до 17, она выбирается гражданином, либо одна, либо другая. Две выплаты от 8 до 17 не предусмотрены законодательством. Подать заявление можно не только на портале госуслуги, но и очно в клиентских службах пенсионного фонда или в МФЦ. Срок рассмотрения заявлений 10 рабочих дней, но при необходимости может быть продлен на 20 рабочих дней. В таком случае заявителю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуги. Как сообщили ранее, для того, чтобы получить выплату с 1 апреля, надо подать заявление до 1 октября этого года. Количество рейсов с Камчатки до Москвы и обратно стало больше. Аэрофлот увеличил частоту перелетов до трех в день. Теперь рейсы из Москвы ежедневно прибывают на полуостров в 10.10, 13.10 и в 15.30. А обратные вылеты в Шереметьево выполняются в 12.40, 16.00 и 18.15 соответственно. Увеличение частоты перелетов в Москву позволит пассажирам аэропорта Елизова расширить возможности для бронирования дальнейших стыковочных рейсов. Благоустройство городских территорий, детских площадок и установка освещения в микрорайонах. Эти и многие другие вопросы обсудили жители Петропавловска с мэром Константином Брызгиным. Глава краевой столицы провел очередной прием граждан. Это очень полезная практика и мы ее продолжаем применять. Не только глава города проводит встречи с жителями, их проводят и заместители, и руководители управления, но для меня, как для главы, очень важно из первых уст услышать о проблемах и тех вопросах, которые волнуют горожан. Безусловно, всегда на таких приемах очень важными остаются вопросы жилищной политики и предоставления жилых помещений. Было также обращение жительницы Петропавловска в связи с трудной жизненной ситуацией, оказали содействие и, возможно, решим вопрос положительно. По словам главы города, зачастую обращения, с которыми приходят горожане, находят свою реализацию в программах комплексного развития или благоустройства территорий в рамках федеральных программ. Каждая инициатива, безусловно, остается не без внимания и рассматривается соответствующими ведомствами, выносится квалифицированное решение. Но чаще всего те инициативы, которые наши жители проявляют, находят свое отражение на улицах, в парках, в скверах нашего города. Любой житель краевой столицы может прийти на прием к руководителям любого органа мэрии города. Для этого нужно записаться на официальном сайте администрации pkgo.ru в разделе «Электронная приемная», либо прийти и записаться лично по адресу улица Ленинградская, 74-1, кабинет 104. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, который указан на ваших экранах. Проблемную дорогу от перекрестка на проспекте Таранцак улицы Ларина в Петропавловске приведут в порядок до конца лета. Подрядчик приступил к активному ремонту участка. Сейчас происходит выемка грунта до глубины 1 метра. Его заменят на скалистый грунт, чтобы в дальнейшем дорога не вспучивалась. Напомним, она много лет вызывала нарекания местных жителей. Разбитое грунтовое покрытие, ямы и пыль, отсутствие тротуаров – все это создавало серьезные неудобства для автомобилистов и пешеходов. С наказом по приведению этого участка в нормальное состояние жители обратились к своему депутату, председателю законодательного собрания Ирине Унтиловой. По ее инициативе средства на ремонт были заложены в краевом бюджете на 2022 год. Новая дорога будет двухполосной, с двойным асфальтовым покрытием, тротуарами, освещением и ливневкой. Схему временного объезда для машин в ближайшее время разместят в зоне ремонта. Отметим, что срок окончания работ – конец августа этого года. Ближе к пастбищам. Новые помещения построят для молочной фермы в селе Эсса на Камчатке. Начать возведение новых коровников планируют уже в середине лета этого года. Сейчас коровник и другие помещения находятся в черте сельского поселения. В этой ферме, наверное, судьба одна, ее нужно отсюда убирать. Первая проблема – мы находимся, вот сейчас стоим на территории водоохранной зоны, и для фермы здесь не место, потому что Эсса для нас, для большей части населения Камчатского края туристов ассоциируется как туристическое место. И, наверное, ферма в водоохранной зоне – это такое вот, ну, некоторое противоречие, которое нужно сегодня изменить. Старые помещения фермы уже нельзя ни отремонтировать, ни провести в них реконструкцию, так как все деревянные сооружения обветшали. Краевые власти решили построить новую ферму в Быстринском районе на территориях, которые расположены ближе к пастбищам, для того, чтобы оптимизировать процессы подготовки кормов и выпаса животных. «Обсудили вопросы, связанные с строительством новой фермы, потому что мы сегодня имеем предварительно проект новой фермы – это быстро возводимое здание. Мы имеем сегодня ряд технических параметров, которые нужно доуточнить, то есть параметры скважин, которые нужны будут для снабжения водой, параметры с электроэнергией. Для этого мы в том числе сегодня встретились здесь с энергетиками и проговорили эти моменты. И самое главное – это система канализования, потому что нельзя допускать, чтобы канализация сегодня была неорганизованной, неуправляемой. Поэтому договорились, что здесь будут созданы септики для того, чтобы новая ферма сегодня соответствовала всем критериям». Для сокращения расходов на строительство решили взять готовый проект, уже действующий в Усть-Камчатске, фермы по производству молока. По словам властей, за три года эксплуатация здания зарекомендовала себя очень хорошо. Экзаменационная кампания на Камчатке проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в правительстве региона. Безопасность детей при проведении государственной итоговой аттестации обеспечена во всех районах края. «Уже прошло пять экзаменов в 11-х классах – это география, литература, химия, русский язык и обе математики. И семь экзаменов в 9-х классах – иностранные языки, математика, общество знаний, история, физика, биология и химия». Шесть участников аттестации не завершили экзамен по уважительной причине. Два девятиклассника и четыре одиннадцатиклассника почувствовали себя плохо и, согласно правилам, будут сдавать экзамены в резервные дни. «В целом у нас экзамены продлятся до 9 июля для 9-х классов и по 2 июля для 11-х классов, включая резервные дни. Сегодня у нас прошло ЕГЭ по истории и физике. Мы вместе с Александрой Юрьевной Коротковой были в нашем ситуационном центре, который открыт на базе педагогического колледжа и вместе со студентами, которые привлекаются к контролю за правильностью прохождения приема экзамена, тоже посмотрели и убедились в том, что все идет в штатном режиме». Добавим, основной период ЕГЭ в этом году проходит с 26 мая по 2 июля. На участие в экзаменах зарегистрированы более полутора тысяч 11-ти классников. Основной период ОГЭ проходит с 19 мая по 9 июля. К сдаче экзамена приступили около 3,5 тысяч девятиклассников. По следам недавних извержений – восхождение на плоский толбачек и вокруг толбачеков. Три летних маршрута природного парка Ключевской на Камчатке прошли паспортизацию. Как сообщили в правительстве края, туристический сезон в Ключевском парке начинается в июне. Но сейчас, исходя из погодных условий, возможно посещение только части маршрута по следам недавних извержений в районе Мертвого леса и Северного прорыва. Полностью маршруты откроются после 20 июня. Специалисты парка также рассмотрят добавление и возможность паспортизации других направлений. Добавим, для посещения данной особо охраняемой природной территории необходимо получить разрешение. А для маршрутов в Ключевском парке предусмотрена оплата рекреационного сбора. Отметим, к началу лета паспортизировали 22 туристических маршрута. К концу года планируют достигнуть предела 200 турмаршрутов.